Как сказал на ютубе... Ну хорошо, ну зачем материтесь-то сейчас? Первый раз из вас погонь полезла изо рта. Вам разве не стыдно это? Ну я просто... Да не просто, как это? Завтра вам покажут по центральному телевидению, хорошо одетый, в очках, видно, грамотный человек, не пьяный. Такие слова выкидываешь. Вот без бога жизнь какая. Зачем ты это делаешь? Да, знаете, опять называется. Ну, зачем сматерился-то? Ну извини, пожалуйста, пожалуйста. Прости меня, Господь Великий. Господи, прости и помилуй. Потому что от избытка сердца говорят уста. Язык это лопата, которой выбрасывает все, что не помещается уже в сердце. А как канал-то называется, дедуля? Что, как называется? Канал твой на ютубе, так дедушка называет. Мой канал называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» – это самый большой в интернете канал. 19 тысяч... 19 тысяч 800 роликов наших. И общий просмотр... Там что, в интернете? В ютубе. У меня канал там. Посещаемость просмотров 45 миллионов. Но там не день посещают столько? Там ответ на все вопросы, которых никто не ответит никогда. Я много лет вел занятия в пяти университетах, школах. Мне пришлось трудную жизнь прожить. Я первый в стране опубликовал архипелаг ГУЛАГ и отбывал в пяти тюрьмах. Это все показано. Что я назвал коммунистов... Не отбывали в пяти тюрьмах. Как? Не отбывали в пяти тюрьмах. Да. Так это все поснято. За слово Божие. 190 прим. Я первый в стране опубликовал, начитал 50 книг, распространял их, размножал. И архипелаг ГУЛАГ Солженицына. Брал интервью репрессированных. И у меня 4 тома стихов. Каждый том по 800 страниц. И там я Ленина назвал людоедом. Партия коммунистов... Партия коммунистов нахуже фашистов тысячу раз. И меня упрятали. А потом я реабилитирован был. А вы зарядите... Зарядите в фильмах. Тогда фильмы снимали на бобинах. Обо мне снятый фильм. Златоус из Потеряевки. Он занял первое место в России. Документальный. А? Что сказали? Не понимаю. Не ругаться только. Мы строим православную деревню. Где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю Россию. Ни одного аборта. Ни одного развода. А во время перестройки 120 миллионов абортов сделали. В России. Это ужас. А? Я вообще ужас. Вот вы если зайдете по скайпу, Игнатий Лапкин... А вы дальше? По скайпу. Вы сразу на меня выйдете, Игнатий Лапкин. Я все ресурсы могу скинуть вам. В скайпе. А вы зачем Никиту обзывали, который копал? Никита что? Копал, который. Зачем его обзывали? А в чем обвинял его? Мы его обзывали. Вы что-то смотрели в интернете? Ну, в чем обвиняли? Это если человек не умеет гвоздя забить-то. Я обязан учить его. Я прораб. По должности. А зачем вы это делали? Это нельзя так? Он уехал. Его нету. Он опять в Украине. Он пять лет пробыл. А теперь его в армию уже не возьмут. Ему тридцать лет. Он молодец. В русских не стрелял. Расстались по-хорошему. Я ему подарил книги. И все это в интернете снято. А это принято? Так что он благодарен Богу за то, что был здесь, чему научился. Он наркоманил много лет. У него пропащая жизнь была. А теперь этого ничего нет. Кроме благодарности я ничего от него не получил. Я благодарен Богу. То есть вы истинно верующий? Нет, его нельзя было назвать неверующим. Просто он ничего не знал. Ты не верующий? Кто, я? Да. Я верующий, а как же неверующий? Вам поездка показана будет. По всему миру ехали мы. 650 городов посетили. 120 тысяч километров прошли. Тысячи выступлений. Я 58 лет несу Слово Божие. В университеты, школы, милиции, воинские части, заводы, фабрики и три радиопрограммы много лет вел. Кто такой Бог? Где Бог? Кто этот Бог? Ну, Бог, который сотворил мир. Который сказал свою волю и зрёк нам в этой книге. Да и ты... Так, тихо. Ты просто так написал. Нет, не так просто. Не так. А чем Аллах от Иисуса отличается? От Бога? Чем она отличается? Тем, что она Божья. И она открывает человеку внутренний мир и даёт ему возможность стать другим. И говорит о будущих, судьбах мира за 2000 лет вперёд. Это ни одна книга в мире сказать не может. А Бог говорит нам. Я в 23 года получил Библию в руки. А мне 81 год. И Бог хранит, где уже все погибли и один остался. Вот вы если зайдёте в Ютубе, канал «Восвяти Библии» Игнатий Лапкин, вы там всё это увидите. Вы зачем за Никитой следили, я не понимаю. А? Вы зачем за Никитой следили по камерам? Вы не понимаете, какой Никита? Никита. Ну, а кто он такой? Ну, которого вы ещё ругали, что он неправильно копал. Ну, он не копал неправильно, он всё неправильно делает. Кошки даже отходно... Мы по камеру. Не ругали, я говорил... Мы по камеру. У нас вообще руганий нету. Мы обязаны учить. Я не какой-то там сквозняк пролетел. Он приехал, просился у меня... Вы зачем учили? Просился у меня долгое время, пока я его принял, он приехал. Я его не искал, он меня искал. Не ругали ты его за что? Ни за что не ругал никогда. Я наставлял его, как надо делать. В смысле? Вы оляли меня? Ну, я вам сказал. Если два раза повторяю, это уже для глухих. А по камерам зачем следили? А по какой камерам? Где он был? Он никогда в камере не был. Он никогда ни в какой камере не был. Он наркоман. А что вы придумаете-то? Какая камера? Кто следил? По камерам, видеонаблюдения. Вы зачем за ним делали? Да нет. Там и нет никакого наблюдения. Камерам нету этого. Потеряй, какие-то нету. Да, у меня тролли, конечно. И там и смотреть не было. Мы работали вместе, смотреть не надо было. Это вы ошибку какую-то допускаете. Не было этого нигде, и вы не покажете. Я обязан был. Он приехал сюда, чтобы стать другим. Он без отца, без матери рос. С наркоманами. А уехал, ничего. Так, не курите, просьба. Мы с курящими не разговариваем. Ну, положите пока-то 15 минут. 15 лет дольше проживете. А почему вы верите в Бога? Это у меня вопрос. А как так? Я и говорю по этому. Потому что человек совершает самоубийство, а я в это время безразличный. Я же не могу вас вырвать. Вы далековато от меня. В Бога вы почему верите? А после того, что он все окружен его любовью. Вот мы позавтракали, поблагодарили, просили милости сесть за стол. Встаем сюда в 4.40. По интернету у нас молитва идет. Люди собираются с разных стран. Потому что Бог – это радость. Это счастье. Вот представь, без помощи государства мне Бог. Надо уметь создать лагерь детский. Я начальник его 48 лет. Тысячи детей подняли без помощи государства. Без помощи государства нам есть, что показать. И главный лозунг у нас в лагере – Россия должна встать. Россия – это мы. 470 роликов. Вот вы, если зайдете на YouTube-канал, там увидите, как в лагере у нас, в детском лагере. Дети приезжают, бывает, родители отдают. Говорят, мы его приковываем на наручники, батареи. Все из дома вытащил. Наркоман. Месяц пробыл. И он другой. О нас услышала, директор Кэстонского института Великобритании. Но ей дали сопровождающего со Санкинской башни. И она прилетела сюда, Ксения Деннон. И она, когда увидела все, и потом большую статью в интернет поместила. Говорит, мне и половину не рассказали, что я увидела. Она книги мои приобрела. Нам есть, что показать конкретно. Вот говорят, проблема, проблема. Я это слово истребил. Его нет со слова. Я его заменил другим. А как? Нерешенный вопрос. Я начинаю его решать. 31 тысяча сел исчезли в России. Проблема. Не проблема. Мы получаем статус. Начинаем строить. Храм. Школу государственную. За свой счет. Нам Путин ни рубля не отпустил. У него другие вопросы. Нерешенные. Строим. Дороги сами. За свой счет. Пруды восстановили. Зарыбили. За свой это какой? А? За свой это какой? Откуда у вас деньги? Где мы строим? От Алтайский край? Нет. Откуда у вас деньги? А нет денег? Бог дает. Денег вообще нету. Так это так. А так? Так это так. А вот те люди, которые рядом, это для них дива необъяснимая. Абсолютная. Вот у меня ночует... Денег у вас в решение? Вот у меня ночует, вот здесь вот приехали гости, священники. Я говорю, мне завтра книгу надо выкупать. А у меня 38 томов вышло в бумажном варианте. Да еще 7 в электронном. Я говорю, надо выкупать, а денег нет. Помолимся, что Бог дал. Мне утром деньги нужны. А кому? Я говорю, не знаю. И что, деньги будут? А как же, я же прошу, Бог-то живой. А интернет вы как оплачиваете без денег? Оплачивают другие люди. У меня минимальная пенсия. До последнего времени она была 8 тысяч, 141 рубль, 33 копейки. И вот мы легли спать только. И в это время, ну там часа полтора прошло, звонок. Звонит. Это Россия? Я говорю, да. Это Барнаул? Я говорю, да. А у вас храм во имя Климента назван? Я говорю, нет. Это у меня детский лагерь Климента Анкирского. Ну нам разницы нет. У нас дядя Климент умер. И говорят, молитва там ближе к Богу, где во имя Климента. А он другой Климент, Ахридский. Мы хотим вам деньги послать. Я говорю, вы со мной встречались когда? Нет. А как вы обо мне узнали? Да тут все знают. Об нас фильмы заняли. Первое место на международном киноконкурсе. Показывали. Я утром иду по Вестерн-Унион. Деньги уже здесь в руках. Нам ехать в поездку надо. Денег-то нету. У нас только на одну поездку на горючее ушло 440 тысяч рублей. Рубля нету. И уже утром я встаю, утром встаю и неоткуда-то, Барнаул, я в Барнауле, с Калининграда, Булкин, Дмитрий. Это вы книги издаете? Я говорю, да. Но я уже не издаю. Совсем не издаете? Я говорю, нет, я умею закончить, ухожу. Я деньги хочу послать вам. Но я говорю, у нас путешествие будет. Ну пускай на путешествие идут. Я иду и получаю сколько надо. И когда подхожу к кассе, а там дают то рублями, то по пятерке, 5 тысяч. А у меня же дорога, много-то как. Я стою и думаю, мне бы вот красненькие эти. Она ко мне, а вам какими дать? Я говорю, вот этими красненькие. У меня денег-то не бывает таких. И она тоже сотню за сотню тысяч дает мне. Саня, о Боге поговорить есть? Саш, переключись со мной. Саш, пусть греха тебе. Мы поговорим. Саш, ты, блядь, не бога куриц твой. Так, если вопросы какие есть? Саша, дайте хлеб. Ничего в таком случае не верю. Я согласен, я в истину, блядь, не, бать, вот ты, вот, вот ты, вот ты книги прикрываешься, а я служил. Вы можете без руганий разговаривать-то? Бать, бать. Без руганий можете разговаривать? Могу. Ну тогда не употребляйте гневных слов таких, ругательных. Зачем это вам? Грязь такую лить. Я вас никак не обидел. Вы сразу начинаете с мата. Ну хорошо ли это? Нет, бать, я с мата не начинал. Вы уже заругались, уже разугались. Даже не заметили. Бать, мы с тобой не ругались, у меня вот друг спит, смотри. И же храпит. Ну, да нет, вы заругались, ладно. Не ругайтесь, я прошу вас, пожалуйста. Не ругайтесь, он храпел. Да нет, вы ругательное слово сказали, не надо это. Я... Извиняюсь. Если есть вопросы какие-то о жизни, о вечности, можете задать? Ладно, вопрос. Окей. Только ответь мне по честности. По сути. Мне сейчас 26. Почему у меня в 13 лет он мать мою забрал? Почему? Ответь. Ответь. По честности ответь. Так. Чтобы я не психовал. Ответь. Так, спокойно. Только не нервничайте. Так. Вопрос-то мне непонятен. Вас как, обидели или что? У меня, когда мне было 13 лет, у меня мать у меня от рака. Так. Она два года пролежала, пролицованной. Так. И он ее забрал. Так. Вопрос. Вопрос-то, почему ко мне? Я ничего у вас не брал. Вы у Бога и спрашиваете, если к нему относите это. За Бога я не могу отвечать. Он знает, кому кто. Вы не говорите, что вы отвечаете за него? Нет, это ваш вопрос. Почему я мать забрал? Еще раз говорю. Почему сегодня у нас погода снегом завалила, а в Санкт-Петербурге грязь? Бог знает, кому погоду дать, кому жить. Почему 120 миллионов абортов за перестройку в России? А во Второй мировой только 55 во всем мире. Ты перестраиваешься. Ты на мои вопросы отвечай. Я вам ответил. Этот вопрос. Ты где-то говоришь, ты где-то вылезешь за общество, а где-то перестраиваешься. Ты отвечай на насущные вопросы. Так вы сейчас слышите? Вы заботитесь. Почему он у меня мать забрал? Отвечай на эти вопросы. Ты же пишешься за них. Почему у меня мать забрал?